Сегодня в 7 часов 45 минут утра в жёлтой четырёхаташке на авиационной 84 было совершено злодейское нападение со стрельбой на квартиру 40-летнего гендиректора ТОО ЮКОН ЛТД Владимира Хомуцких. Но благодаря мужеству, смелости и самоотверженности самого Владимира, его жены Лидии и 16-летней дочери Нади, оказавших отпор врагам, грабители удрали так и не поклебавши Солона. Правда, при отступлении жулики ранили из дробовика Владимира и Лидию Хомуцких. По счастью, не смертельно. Раненые супруги находятся в 24-й горбольнице. Угрозы жизни Лидии Хомуцких нет, а вот за жизнь Владимира, потерявшего много крови, медики борются. А начался этот кровавый боевик, как всегда, вполне безобидно. Известно, что вчера семья Хомуцких продала свой автомобиль, десятую модель Жигулей. Вероятнее всего, это и стало причиной нападения на их квартиру. Сегодня утром 46-летний модельер-дизайнер Лидия Хомуцких собралась на работу, вышла из 26-й квартиры на лестничную клетку, а там ее уже поджидали двое в масках, с газовым пистолетом и обрезом наперевес. Ни слова не говоря, злодеи втолкнулись женщину обратно в жилище, но, быть может, они не подозревали, что в квартире еще находились муж и дочь Лидии Хомуцких. Они-то и оказали главный силовой отпор преступникам. Они выбежали, сразу запихали ее в квартиру, чтобы никакого шума, ничего не было. Как только забежали, мой отец оказал сопротивление. В этот момент я вышла из ванны, и они долго, видимо, просто боролись. Когда меня увидели, начали стрелять. Это все. Ничего такого-то уж не смогли сделать. Дальше коридора они не смогли пройти. Они вырвались, они испугались просто, потому что такое сопротивление и со стороны ребенка. Они просто не ожидали. Завидя серьезное физическое сопротивление со стороны хозяев квартиры, бандиты взялись за оружие. Прозвучало несколько выстрелов. Сначала из газового пистолета, а потом, поняв, что операция сорвалась и нужно удирать, злоумышленники разрядили свой двухствольный обрез. Одна пуля попала в левое плечо Владимира Хамутских, задела кровеносный сосудистый пучок, и он стал истекать кровью. Вторая пуля вошла в правое предплечье Лидии Хамутских с менее серьезными последствиями. 16-летняя отважная девушка Надя в этой драке с преступниками не пострадала. Когда мой отец начал бороться с ними, один из них развернулся ко мне спиной. Я вышла, я не знаю, что делать, я хотела что-то схватить, чтобы ударить. Так паника там, как-то себя в руках держать невозможно, весь трясешься. Я просто накинулась на одного из них и начала его бить кулаками в позвоночник, в голову, куда-нибудь там ногами. Надо было бинать его, топтаться на него. Как Валя, кто знал, это ведь мог бы он тоже выступить. Он ведь мог развернуться. И ножом бы мог пистолетом, пистолетом, дай бог ее не тронуть. Вот. И все, когда один из них понял, что уже бесполезно, они, видимо, убежали. Один из них убежал, а второй, при том, как вырывался, у него от пиджака, от пальца, я его когда держала, он вырвался и убежал. Завершилась утренняя баталия на авиационной 84 тем, что жулики поспешно ретировались, в Освояси, уехав на десятки «Жигулей» с транзитными номерами. А супруги Хамутских на скорой помощи угодили с огнестрельными ранениями в 24-ю больницу. А ведь все могло развиваться по совершенно другому сценарию. Прояви, Лидия Хамутских, хотя бы элементарные меры предосторожности при выходе из квартиры. И просто у меня мама не посмотрела опять очередной раз в глазок. Семья Хамутских – обычная екатеринбургская семья из обычного екатеринбургского дома. Папа – предприниматель, его фирма занимается лесом и изготовлением различных древесных пиломатериалов. Мама – модельер, дизайнер в екатеринбургском моделье, дочь – школьница. Мало ли у нас в Екатеринбурге таких семей. Единственное, что позволило жуликам выделить эту семью из множества других – это накануне проданная десятка. Думаю, деньги, в квартире оставили деньги им, ага, идиоты, а. Ну это надо быть дураком ведь, деньги оставить в квартире. И действительно, преступники поступили как-то лоховато, ломанулись прямо в лоб. Подумали, что раз люди машину продали, значит деньги ровной стопочкой лежат на тумбочке в квартире. А дома одна беззащитная женщина. На дело они взяли-то ни автомат, ни пулемет, а всего лишь газовый пистолет и двухзарядный дробовик. Но, разумеется, семья Хомуцких деньги от продажи ВАЗ-2110 вчера же положила в Сбербанк. Отчаянное сопротивление хозяев квартиры обломало преступные планы. Вероятно, грабители поначалу и не думали стрелять. Хотели забрать автомобильные денежки, видимо, что-то в пределах 90-100 тысяч рублей, без крови. Но случился худший расклад. Пришлось им, спасая свои шкуры, палить. Хорошо, хоть людей не убили. Хотя жизнь Владимира Хомуцких остается под угрозой. Я говорю, город криминалов. Честно работает. Кто честно работает, того бьют и убивают. Ну как так можно? Ну как так можно? Ну как так можно?